Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». «Гефест» 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 Такие фестивали молодежь. Молодежь всегда стремится быть признанной в среде, в музыкальной среде, особенно в джазовой среде. И это возможность открыть им, открыть двери в мир джазовой музыки. Поэтому эти фестивали собирают большое количество музыкантов различного уровня. Ведь именно в джазе есть такой прием исполнительства, как джеймс-сэшн, когда собираются музыканты и вместе просто-напросто играют музыку. Даже не репетируя ее, наверное, абсолютно. Абсолютно. В этом вся и тонкость вот этого джеймс-сэшн. Станислав, джаз – это музыкальное направление, которое возникло еще в конце 19-го, начале 20-го века, в синтез европейской и африканской культуры. Можем ли мы говорить, что сейчас есть достаточное количество поклонников в этом направлении? Но я говорю о постсоветском пространстве. Несомненно, несомненно. Очень большое количество. За последнее время появилось много коллективов на постсоветском пространстве. У нас в Белоруссии много джазовых исполнителей. Если перечислять, я хотя бы самые известные коллективы назову. Это Национальный академический оркестр Михаила Финберга. Там много прекрасных джазовых музыкантов. Коллектив достаточно известный не только у нас в Белоруссии, но и за рубежом. Это Apple Tea, яблочный чай. Ребята замечательные. Камерата вокал-бэнд. Замечательный Минский. В Гродно есть коллектив прекрасный. Эстрадно-симфонический оркестр Гродненской филармонии. В Бресте это квартет Evergreen. Замечательные ребята, которые пропагандируют не просто джаз, а синтез джаза и народной музыки. Ну то есть да, достаточно много коллективов. Не вокальный, а фольклорный. Фольклорной музыки. Ну джаз такая форма, скажем, искусства, что, наверное, сочетает вся множество культуры. Также можно синтезировать все эти направления. Конечно, конечно. Скажите, как давно вы в этом коллективе? Вот знаю, что вы иногда собираетесь, играете, но не часто, не так ли? Не часто. К сожалению, не часто. Просто, вот как вначале говорили, что я на время, на время, опять же, сменил дирижерскую палочку на инструмент. Просто, к сожалению, мало времени я сейчас уделяю этому инструменту, мною по-прежнему любимому. Да, но видно, что вы с огромным удовольствием возвращаетесь. Вы владеете виртуозно. Конечно. Ну, не так виртуозно, как раньше, но, тем не менее, что-то еще руки помнят. Алексей, а как давно вы в оркестре? Сначала осенью. То есть, получается, два месяца всего лишь. Пару месяцев и уже... Да, вот Алексей долгое время путешествовал, можно сказать, по миру, отсутствовал в Гомеле. Но все-таки его снова притянуло на родину. Что сюда притянуло? Вернуло. Нет, ну это обстоятельства, и не самые плохие. Очень счастлив оказаться снова в Гомеле. Уже пошла полноценная музыкальная жизнь. У меня есть свой ансамбль джазовый. Мы постепенно начинаем делать какие-то выступления, какие-то записи. У нас уже почти готов официальный сайт. И только с оптимизмом мы смотрим в будущее, все будет отлично. И Гомеле – это очень неплохая перспектива для джазовых музыкантов. Несомненно. Станислав Прониславович, говоря о вашем оркестре, какое основное направление музыки? Направление деятельности? Ну, если говорить об коллективе Гомельской филармонии, эстрадно-симфоническом оркестре, то это все-таки пропаганда эстрадной музыки. Как это не эстрадно? Вот эстрадная музыка, но надо ее пропагандировать все-таки. Потому что деятельность коллектива, она не только в Гомеле, а география ее достаточно обширна. Ну, скажем, кто приедет в наши районы Гомельской области? Кто туда приедет с хорошей, качественной эстрадной музыкой? А мы за уже почти 20-летнюю историю существования коллектива все 21 район Гомельской области объехали практически по всем площадкам и уже не раз. И вот в этом именно заключается основная творческая деятельность нашего коллектива. Как здорово, что не стремитесь куда-то в большие города, действительно, наших. Нет, ну, что значит не стремитесь? Это престижно выступать на центральных площадках больших городов. И у нас очень большой опыт и приглашение в различные города России, Украины, в Чернигове, в Донецке. Вы выступали в Курске, в Смоленске, в Москве, в Брянске, в Риге, за границей. Я неправильно выразилась, конечно. Большие площадки тоже вас ждут. Но вы уделяете внимание нашему. Нет, обязательно. Обязательно среди населения, да, пропаганда эстрадной музыки, конечно же. Иначе большого опыта видно это потому, как вы виртуозно, с душой трогательно играете. Давайте посмотрим фрагмент вашего выступления. Сейчас режиссера попрошу вывести на экран видео. Спасибо вам. А, ну, это замечательное выступление прошлогоднее. Это программа, проект «Хит-Салют» называется. И вот здесь как раз мы сотрудничаем, вот исполняется произведение. Это замечательный музыкант из Минска, мультиинструменталист Игорь Левчук. Это, насколько я понимаю, звучит одинокий пастух произведения. По-моему, мы открывались этим произведением именно вот эту вот программу. Замечательно. Вы ежегодно принимаете во всех музыкальных мероприятиях участие, которые проводите в стране? Во всех, во всех мероприятиях. Ну, может быть, в стране нет, потому что достаточно коллективов в разных областях, в различных регионах нашей страны. Но что касается Гомельского региона, то ни одно знаковое событие не происходит без участия эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филармонии. Станислав Борисович, я знаю, в разные годы сотрудничали с различными артистами, и заслуженными артистами Беларуси, такими как Анатолий Ермольник, Николай Скориков. Сейчас с кем сотрудничаете, расскажите. Ой, и в этом тоже большой опыт, большая география и гастроли, и людей, очень много с которыми мы сотрудничаем. В частности, вот в 2011 году у нас был совместный проект с солистами Белорусского государственного академического музыкального театра «Наша белорусская оперета». Конечно же, мы сотрудничаем со всеми солистами и коллективами Гомельской филармонии. Народная артистка Белоруссии Галина Павленок. Это замечательный проект, который, наверное, многие помнят в Гомеле, «Ценера 21 века». Мы с ними и на гастролях были несколько раз, в Риге выступали, в национальной опере. Это и творческий вечер мы готовили нашего гомельского композитора Александра Гулая, авторский его вечер. То есть много солистов. А в этом году мы достаточно такой смелый проект выпустили, который называется «Вместе». Совместный проект с продюсерским центром «Артбис» нашей Гомельской филармонии. На одну сцену выходили совсем еще маленькие детки и уже достаточно профессиональные артисты. Смелый проект. Смелый проект, потому что дети, они, скажем так, как в жизни играют, так и на сцене они продолжают играть в очень интересную игру. А все-таки надо их направить в то русло, что это концертное выступление. И вот в этом вся сложность состояла. Но, тем не менее, на мой взгляд, может, не все удалось, но концерт состоялся. И по отзывам зрителей кажется, что у нас все получилось. Станислав Брониславович, а в недалеком будущем чем порадуете зрителей? Какими новыми концертами? Я не буду раскрывать всех тайн, потому что перспективы всегда... Я одно могу высказать интригу такую, что еще интересней, еще лучше. Конечно, мы будем приглашать, сотрудничать с новыми артистами, с которыми до этого у нас не было каких-либо совместных проектов. И, поверьте, могу сказать одно. На наших концертах зритель скучать не будет. Не говорите нам ничего, пусть говорит музыка, пусть она станет финальным аккордом нашей беседы. Мы не против. Тогда слушаем джаз в исполнении музыкантов эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филармонии. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok 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 может начать осуществлять любое дееспособное лицо, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Как говорится, он-то может, но если ему это не помешает учебе, никаких ограничений нет. Значит, кто может стать резидентом нашего технопарка? Это может быть юридическое лицо со списочной численностью до 100 человек. Это может быть индивидуальный предприниматель, о чем я уже говорил. Есть небольшая процедура вхождения в технопарк. Естественно, мы не предоставляем нашей площади всем компаниям, которые, как я уже сказал, основной критерий это осуществление инновационной деятельности. То есть надо разрабатывать или планировать разрабатывать, планировать, производить что-то новое или лучше, чем у конкурентов, или лучше, чем аналогичные продукты, которые есть на рынке Беларуси. Вот если эти условия соблюдены, пишется небольшой бизнес-проект, это даже не бизнес-план, для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, с каким проектом пришел человек в технопарк. Он рассматривается на совете технопарка, получает одобрение. Говорю так, потому что у нас не было ни одного проекта, который был внесен и не получил бы одобрение. Мы, конечно, готовимся, какие-то фильтры устраиваем предварительно. Но все проекты рассматриваются и начинают реализовываться в технопарке. Дмитрий Николаевич, а кого из самых таких успешных и перспективных, на ваш взгляд, компания, можете назвать? Ну, сразу хочу сказать, что для директора технопарка все компании, которые являются нашими резидентами, они для меня все перспективными, они для меня все и интересные, и важные, и внимания уделяется. Как говорится, там, любимщиков нет. Они все дети наши. По заслугам, наверное. Мы, по сути, мы являемся таким инкубатором специфическим, но инкубатором. Это наша задача помочь им окрепнуть технопарки, встать на ноги, развиться, и уже окрепнув, уйти в свободное плавание, освободив место для начинающих новаторов и новаторов. Если так вот перечислить, могу просто несколько, потому что у нас 25 компаний, всех просто не успеют в рамках эфира. Значит, из новой волны ребят, которые пришли в этом году, вот опять же, айтишники наши, компания JustMobi, очень динамичная компания, пришло их меньше 10 человек. Сейчас вот они буквально за 2-3 месяца еще 6-7 рабочих мест создали. Ребята интересны тем, что работают и по аутсорсинговым схемам, это то, что используется сегодня везде в айти сфере, то есть по заказу компаний, которые находятся за рубежом. В частности, у них партнер находится в Гонконге, они экспортируют свою продукцию в Гонконг. Мы, когда увидели, я думаю, приятно. Мало, наверное, отечественных экспортеров могут похвастаться, что... Обычно наоборот. Обычно наоборот, да. Совершенно верно, да. Не могу сказать о компании, которую сегодня здесь представляет Дмитрий Анатольевич Саухин. Это компания Поветрик Плюс, изготавливающая приборы вентиляционные. Поветрик. Более подробно, конечно, сам директор расскажет, но я хочу буквально одно слово. Важен этот проект тем, что он имеет особое значение для всех нас, потому что касается здоровья, экологии жизни человека. Это рекуперация воздуха в наших жилых, офисных помещениях и так далее. Одним словом, говорить я могу много про... Дмитрий Анатольевич Саухин, расскажет телезрителям, что это за продукт, чем он полезен, интересен и необходим. Добрый вечер еще раз. Продукт, наш вентиляционный прибор, Дмитрий Николаевич правильно сказал, он важен не только с точки зрения интереса, не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения социальной. Ведь большинство современных помещений стали избыточно герметичными, поэтому свежий воздух в помещение может попасть исключительно при открытии окна. Что в ряде случаев некомфортно, а иногда просто невозможно. Вот этот прибор, да, вот только что мы видели, не ошибаюсь. Да, да, это вот схема применения прибора, скажем, в комнатной квартире. Вот, собственно говоря, сам прибор, он устанавливается наружную стену. Вот справа мы там видели брошюру Всемирной организации здравоохранения сырости плесень, которая утверждает, что наибольшее количество заболеваний и смерти в мире происходят именно из-за низкого качества воздуха внутри помещений. То есть не курение, не рак, а именно тихий комнатный воздух убийца. Как работает устройство? Устройство устанавливается в наружную стену, просверливается отверстие, монтируется вентилятор, начинка электронная, снаружи устанавливается козырек, корпус, и в принципе вентиляция для конкретно взятого помещения, энергоэффективная, готова. То есть прибор 40 секунд работает на вытяжку, удаляя загрязненный воздух из помещения, и 40 секунд работает на приток. При этом входящий воздух нагревается энергией, запасенной регенератором, в цикле вытяжки энергии исходящего воздуха. То есть простым языком он помогает нам экономить затраты на отопление и энергию? Помимо того, что он нагревает входящий воздух, энергией исходящего, скажем так. Всего лишь за 40 секунд? Это его цикл. То есть он подает воздух циклический. Ну, раз в 40 секунд переключает режим своей работы, приток, вытяжка, и работы в этом режиме постоянно. Значит, при температуре уличной минус 16, и температуре в помещении плюс 25, средняя температура приточного воздуха была 22,5 градуса. О чем это говорит? О том, что поступающий воздух не только комфортен для проживающих, либо находящихся в этом помещении, но и он поступает постоянно. Ведь мы же как, окно открыли, холодно, мы его закрыли. Потом забыли открыть, потом прибежали, опять открыли, ой, опять холодно, опять закрыли. А вентиляционный прибор осуществляет поступление воздуха постоянно, вне зависимости от того, какая снаружи температура, либо какие там условия находятся. И можно не заботиться о детях, которые тоже входят в помещение. У вас дома такие приборы стоят? Да, да, у меня стоят дома приборы, и моя семья четко отметила разницу между тем, как было и что стало. Несмотря на то, что вроде бы воздух, он не имеет, скажем, вкуса, цвета и запаха, да, но, тем не менее, ощущение свежего воздуха в помещении с такими приборами присутствует постоянно. И это вот основной плюс работы. Помимо энергоэффективности, кстати, мы недавно выиграли конкурс лидера энергоэффективности 2015, наш прибор выиграл. До этого победили в конкурсе лучший строительный продукт года, были финалистом конкурса инновационных проектов, проводимых в республике. То есть помимо явного энергосберегающего эффекта, прибор наш приносит в дом здоровье. То есть мы научили наши дома, квартиры дышать. И поэтому, я говорю, что социальный эффект в этом проекте не менее важен, чем экономически. Да, полезная штука. Несомненно. Большое вам спасибо, наши уважаемые гости, за увлекательную, интересную и познавательную беседу. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Уделили внимание. Всего вам самого хорошего. Успехов в ваших делах. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Свет, вот музыка в нашей программе была. Была. О «Гефесте» поговорили. Чего еще не хватает? Саша, не хватает изобразительного искусства. Вот разговор о нем украсит любое общение. Абсолютно с тобой согласен. Предлагаю поговорить об искусстве живописи, а точнее затронуть одно из ее направлений – боди-арт. Сегодня у нас в гостях художник-визажист Алена Селивонец. Алена, добрый вечер. Алена, добрый вечер. Добрый вечер. Как давно увлекаетесь росписью по телу? Где-то, наверное, с 2009 года. Я профессионально начала заниматься макияжем и для себя открыла такое направление, как боди-арт. В принципе, просто с невестами, наверное, не всегда получалось какие-то яркие, креативные образы. Душа требовала красок. Поэтому периодически, конечно, какие-то мероприятия, например, как Хэллоуин, детские какие-то, утренники. Вас туда приглашают с удовольствием. Да, да, да. Скажите, Алена, а есть ли разница в таких видах искусства, как боди-арт и роспись по телу? Или это одно и то же понятие? Скорее всего, наверное, роспись по телу – это как разновидность боди-арта. Просто по сравнению с шаммированием, пирсингом – это тоже как бы боди-арт. Роспись по телу является временным. Носит временный характер, там, от трех часов до трех недель. Кстати, у нас в городе очень популярно сейчас девушки нашей жительницы города мехендия, роспись тела хной. То есть вот летом, как бы, очень популярная услуга. Как раз, кстати, у нас в этом, по-моему, эти... Скажите, а участвуете в конкурсах, либо просто приходится рисовать на праздниках, мероприятиях, каких-то вечерах? Ну, вообще, как бы, я планировала участие в конкурсе, но в нашей семье случилось радостное событие, долгожданное. У меня появился сын, родился. Поздравляю. Спасибо. Вот поэтому я сейчас, как бы, полностью, целиком полностью мамой работаю. Вот. Но в ближайшем будущем, я уверена, я все наверстаю. Алена, все наверстается. Самое главное сейчас в вашей миссии – это, да, воспитание, взращивание малыша. Уважаемые телезрители, лучше, конечно же, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому прямо сейчас в этой студии Алена Селивонец сотворит очередное свое произведение искусства. Поможет ей в этом Алина Никитина, модель. Итак, Алена, пожалуйста, приступайте. Итак, Ален, что будете рисовать? Буду воплощать свою осеннюю фантазию. Да, мы видим там листочки кленовые. Ну, успехов вам. Посмотрим на выходе, что у вас получится. Спасибо. Будем следить за перевоплощением этой прекрасной девушки. Саша, а ты знаешь, что роспись с натуральными красителями или грязью существовала еще в самых ранних обществах на территории преимущественно Африки, Австралии, Северной Америки, в некоторых частях Азии. Использовались они чаще всего в обрядах, церковных церемониях. Ну, так вот показывали, демонстрировали перевоплощение человека и социальный статус. Свет, ну, когда мне говорят о боди-арте, я почему-то всегда вспоминаю индейцев, их вот раскрашенные индейцы. Ну, да, это, наверное, большинство такая первая ассоциация. Но начиная с 1960-х годов, роспись по телу начала развиваться и на Западе, как части изменения общественной морали в сторону больших свобод. Вот, вот, чуточку ранее мы говорили о таком виде искусства, как мехинди. У нас есть об этом сюжет, сюжет о том, о фестивале, который проходил недавно на базе Гомельской областной универсальной библиотеки. Давайте посмотрим. В последние годы публичные библиотеки по всему миру все чаще позиционируют себя как third place или третье место, что означает нечто отличное от дома и работы. Сегодня третье место – это площадка для самореализации человека и неформального общения. И Гомельская областная библиотека здесь не исключение. Подтверждением тому стал арт-фест «Библиоконтакт». Постарались здесь соединить, возможно, с невозможным. Кажется, что чтение – это сегодня очень далекое от молодежи направление. Но мы постарались нашим сегодняшним мероприятием доказать, что все-таки молодежь читает и идет в библиотеку. В том числе за книгой, за интересным мероприятием, за креативным шоу, за музыкой, за поэзией, ну, за всем современным. На таком мероприятии, как арт-фест, все неформально, все неожиданно. Даже селфи можно сделать на байке, груженом книгами. Все, все как бы объединены чем? У нас, вот, культурой. Попросили поддержать мероприятие. Ну, а мы как бы, мы за любой кипиш, кроме городов. И даже название арт-феста «Библиоконтакт» выбрано не случайно. Мы библиотека и позиционируем себя как учреждение, которое легко идет на контакт с молодежью. Поэтому это название демонстрирует, что библиотека открыта для всех молодежных контактов. Open Air, фестиваль молодежных культур, а именно такой формат у арт-феста, собрал в одном месте самых различных людей. Тут и мастера хендмейда, заниматься которым в последние годы стало очень популярно, акварельный макияж и акварельная живопись, или, например, мехенди. Это древнее искусство росписи хной. Обычно его делают в мусульманских восточных странах, и не только мусульманских. В Индии тоже это популярно. Он имеет сакральный смысл в этих странах. У нас это более популяризировано и применяется больше так. Мария, рассказывает, посетила не один десяток различных фестивалей. И везде есть мастера мехенди. Так и она решила освоить роспись хной. Подобный рисунок продержится около недели. Отличная альтернатива тату. Можно делать хной био-тату. Это тоже, когда человек, например, хочет попробовать татуировку, но боится ее сделать. И можно сделать это хной. Потом человек походит, поймет, надо ему это или нет, и решится сделать или не делать. В кульминации арт-феста стал концерт «Библиотека территория молодых». Его танцевальная часть была представлена самыми различными направлениями. От народных до уличных танцев. С нетерпением все присутствующие ждали и выступления гомельских музыкальных групп, для которых арт-фест «Библиоконтакт» стал отличной площадкой для презентации зрителям своего творчества. Постарались тоже охватить различные музыкальные направления, и регги, и рок. И пригласили наши знаменитые и пока еще малоизвестные музыкальные группы, коллективы. Это и ботхи, и этно-шоу «Би-фолк», и «Осколки страсти», и «Пин Кадиллак», «Старый фольварк». И очень много-много разнообразных коллективов. Ну а так как арт-фест проходил в Ленинке, куда же без книг? Возле библиотеки работали импровизированные площадки, где можно было приобрести букинистическую литературу. А на скамейке оставленной книги обменяться интересными изданиями. Но самое главное – это еще один повод познакомиться с интересными людьми. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и сегодня мы говорим об искусстве живописи. Во время сюжета к нашей беседе присоединилась директор картины галереи Гавриила Ващенко, Людмила Шимбалева. Людмила Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Михайловна, добрый вечер. Пока наш художник воплощает свой замысел, мы с вами поговорим, конечно, об искусстве и о галерее Гавриила Ващенко. Расскажите, пожалуйста, какие коллекции составляют основные фонды галереи? Ну, наверное, уже не секрет ни для кого, как создавалась картинная галерея. Уже более, ну, скажем, 13 лет. 2 февраля 2016 года уже будет 14 лет картинной галереи. Создавалась она в 2002 году. Гавриил Харитонович приехал на свою малую родину, подарить землякам свои работы. Сделал персональную выставку. И после этого дара городским исполнительным комитетом было принято решение создать картинную галерею Ващенко. 50 работ подарил Гавриил Харитонович и 70 работ подарила его жена Матильда Адамовна. Таким образом и была создана картинная галерея. Людмила Михайловна, а с какой периодичностью выставляются работы Гавриила Харитоновича и пополняются ли фонды галереи новыми работами? Ну, надо сказать, что не с периодичностью, может быть, не совсем верно задан вопрос, потому что в нашей галереи работы Гавриила Харитоновича постоянно предоставлены для посетителя. Ну, и учитывая, что уже год прошел со дня смерти Гавриила Харитоновича, мы сделали в память художнике выставку. Это более 82 работ, которые белорусы и гомельчане в том числе еще этой выставки не видели. Поскольку после смерти художника работы находились в мастерской у сына, и благодаря Константину эти работы были предоставлены нам. И гомельчане на протяжении всего лета, да и вот этот период, могут знакомиться с работами Гавриила Харитоновича. Творческий путь Гавриила Ващенко без сомнения повлиял на формирование всего белорусского искусства, о чем свидетельствуют его самые высокие государственные награды и звания. Среди них звание народный художник Беларуси, заслуженный деятель искусств, лавриат государственной премии. Творчество Гавриила Ващенко признано не только в Беларуси, но и за рубежом. Международный Кембриджский биографический центр признал Гавриила Ващенко человеком 20-го столетия, человеком года 92. Ващенко был выбран действительным членом Совета директоров Американского биографического института. А вы знаете, можно я вас перебью и добавлю, что все-таки Гаврил Харитонович еще почетный гражданин города Гомеля. Это тоже очень важный момент, и особенно для нас, для гомельчан. Скажите, пожалуйста, вот знаем, что регулярно проходят самые разнообразные выставки в галерее. Какие вы могли бы выделить за последний год, которые проходили? Ну, вы знаете, сказать сегодня, что можно выделить какие-то выставки особенно, я бы не рискнула и не взялась об этом говорить. Потому что каждая выставка, которую мы планируем, которую мы проводим, она рассчитана на того или на другого посетителя. И она, по-своему, конечно, хороша. Поэтому выделять сегодня конкретно выставку я просто не буду. Ну, если перечислить, за последнее время что могли видеть? Ну, гомельчане, во-первых, гомельчане внимательно следят за афишей. Начнем с этого. Гомельчане следят за средствами массовой информации. Наверное, столько уже информации, сколько говорится про картинную галерею, наверное, было бы смешно сегодня мне здесь в студии перечислять тот перечень и тот список работ, которые были представлены. Это были восковые фигуры, это были гомельские художники, это были минские художники. Мы работали с Союзом дизайнеров, очень интересные выставки. То есть я думаю, что сегодня не буду занимать эфирное время, отвлекать, но спектр очень большой. Есть, Александр, вы знаете, что? Возможно бы вопросы по-другому сегодня поставить. Каким образом работает сегодня картинная галерея? Каким образом сегодня привлечь посетителя в картинную галерею? Или, знаете, как правильно привить искусство? Как искусно привить любовь к искусству? Вот я бы даже так. И каким образом в этом направлении работает галерея? Ну, знаете, сегодня ни для кого не секрет, что музейное дело сегодня оно немножко уже другим стало. Сегодня музей работает совершенно по-другому. И, конечно, без интерактива сегодня невозможно. Ну вот если мы с вами порассуждаем. А как все-таки искусно привить любовь к искусству? Значит, например, заставить сегодня прийти, я считаю, тоже было бы неправильно школьников, посетителей в галерее. Вот заставлять, я считаю, это неправильно. Но силку никого не затянет. Конечно, конечно. А как сегодня подтянуть? Ну, например, вот только в этом году у нас две новых формы работы. Например, это мы начали творческий проект «Встреча с легендой». Мы пригласили киносценариста Веру Савину из Минска, которая сняла потрясающий фильм о Марке Шагале «Нереальная реальность». И вот здесь через фильм, через сюжеты, через рассказ киносценариста, причем члена союза дизайнеров, члена союза журналистов, кинематографистов не только Республики Белоруссии, но и города Москвы, мы показали, как можно заинтересовать сегодня искусство Марка Шагала. И вы знаете, для меня было очень удивлением большим, что среди ребят, которых мы провели опрос, находящихся в этой аудитории, Марк Шагал, имя было неизвестное. Да, и я другое скажу. Вы знаете, сегодня очень большой пробел в нашем обществе в том, что нет предмета мировой художественной культуры. Хотя я, правда, слышала, что предмет должен вернуться был в этом году, но как-то вот не знаю, слышали ли вы, я не знаю, но я не слышала этого. И вот от того, что нет сегодня этого предмета мировой художественной культуры, страдает это молодое поколение. Потому что для них слово «репродукция» сегодня иностранное слово. Может быть, поэтому и возникает такая необходимость заниматься тем, чтобы изучать способы привлечения молодежи в картинной галереи. Вот я и говорю, почему сегодня очень важен интерактив. И поэтому мы сегодня очень внимательно готовимся и отслеживаем, анализируем, что сегодня интересует наших посетителей, на кого рассчитана наша выставка, как подтянуть ребят. Вы знаете, я даже сегодня, может быть, вернусь и в такой новой форме, как вы, наверное, слышали, да и телезрители, наверное, слышали, потому что было очень много сюжетов, было очень много информации. Музыкальный пикник. Мы поработали на ту аудиторию молодых мамочек, которые находятся в декретном отпуске. И когда они вместе со своими малышами с подсилочкой на нашей лужайке-то расстелили, причем они не просто пришли отдыхать, а здесь был элемент, такой, знаете, тонкий элемент воспитательной работы, где мы говорили, например, мольберты находились, ребята могли, дети там два года, три года, у мамы двое детей, трое детей, и они приходили на эту лужайку. Дети могли рисовать, мы делали путешествия в какую-то страну, здесь же играла музыка. Дети, если это Африка, они учились и танцевать, они играли на этих барабанах, как в Африке. То есть, понимаете, элемент культуры воспитания. А побывав на этой лужайке, мамочка заинтересовалась, а что сегодня в галерее, а можно ли пойти? Конечно. Вот, пожалуйста, еще один элемент. Во-первых, мы занимаем время мамочек, которые находятся в декретном отпуске, которым сегодня, вроде как-то, знаете, они заняты воспитанием детей, и куда пойти, возникает вопрос. Особо не вырвешься никуда. Да, вот они пришли и отдохнули, они получили какую-то важную информацию, и в то же время они побывали в галерее на выставке. Вот один из двух таких элементов. Как вы считаете, почему необходимо вот с раннего детства вот прививать интерес к художественной культуре? Ну, Саша, наверное, мы все сегодня это правильно понимаем, и мы с вами телезрители, что если сегодня мы не начнем заниматься вот с того возраста, поздно потом уже пожинать какие-то плоды. Потому что, ну, 18 лет, когда мы говорим прийти в музей, в галерею, неважно куда, ну, это уже поздно, я считаю, поздновато. Конечно, конечно. Поэтому все начинается. Вы должны обратить в студию. Да, или, например, сегодня ребята к нам приходят в воскресную студию в гостях у Тюбика. Да, хотелось сказать, даже самых маленьких вы же привлекаете. Да, понимаете, с трех лет. И вот обратите внимание, вот три года это те дети, которые в сад вроде как еще ходим, и там мы с ними особенно не работаем в свободное время, а в школу мы еще не пришли. И получается, что вот эта категория детей немножко как-то вот, ну, не затронута. И поэтому мы решили взять этих ребят и открыли эту воскресную студию в гостях у Тюбика. И самое интересное, что мы взяли преподавать не просто молодого талантливого художника, а обязательно с педагогическим опытом работы. И у меня был такой случай, мамочка приводит ребенка 4 года и говорит, вы знаете, я попробую, наверное, он заниматься не будет и ходить не будет. Но что самое интересное, она приходит и следующее занятие, и последующее. Говорит, не знаю, но ему нравится, он занимается. Вот это те дети, которые ходят. И потом вы можете задать мне вопрос и сказать, что, ну, а почему именно в галерее? Ведь у нас же очень много сегодня студий. Вот именно в галерее, потому что они ходят в то учреждение, которое носит имя народного художника Белоруссии, профессора, академика живописи, человека 20-го столетия Гавриона Харитоновича Ващенко. И сегодня этот ребенок пришел, поучился, скажем, ну, я буду говорить, рисовал, да, рисовать. А кто знает? А через несколько лет он с гордостью будет приходить в это учреждение культуры и говорить, а я вот здесь сделал свои первые шаги, скажем, в изобразительном искусстве. А кто знает? А может быть, этот ребенок и будет выставляться в стенах этого учреждения. Вот как вы тонко правильно подметили, что именно в таком заведении с таким звучным именем художника, вот такую форму работы, действительно, ребята ходят, много маленьких угосях у тебя. Ну, вы знаете, самое интересное, что начинали мы с одной группы, вот уже, скажем, четвертый год занятия идут. В этом году огромное количество звонков, и мы вынуждены сделать дополнительную группу. В каждой группе по 12 человек и работают ребята, занимаются в воскресный день. Но вы знаете, что еще интересно, когда они приходят на занятия, ведь здесь и для родителей хороший момент. Ребенок занимается, родители в это время могут пройти по залам, совершенно бесплатно, подчеркиваю, пройти по залам и познакомиться с выставкой. То есть это тоже хороший элемент воспитания и привлечения, скажем, в музеи. Ну, молодцы, организация такая на высшем уровне, да, в галерее? Конечно. Разные формы, детки разные, взрослые задействованы. Но мы еще, знаете, мы забыли с вами еще об одном интересном моменте рассказать. Да, ну, знаете, вот за такое короткое время хочется дать как можно больше информации. Максимально полезной информации, конечно, пожалуйста. Иногда говорят, что дорого ходить в учреждения культуры, там нет денег, нет возможности. Не соглашусь. И объясню почему. Кстати, по понедельникам, ну, в основном, такие учреждения, как наши, они закрыты. Мы то учреждение культуры, я бы сказала, извините, с гордостью, единственное в республике, которое работает без выходных, без перерывов. И поэтому в понедельник у нас действует такая акция «День подяки», когда стоимость билета посетитель определяет самостоятельно. Пришла малоимущая бабушка, да ну нет, у нее денег, кошелечки, ничего страшного. Она может прийти в галерею и столько платить, сколько у нее есть. Даже если у нее нет ничего страшного, она может просто пойти соприкасаться с искусством. Приехал самодостаточный человек, у которого есть хорошая возможность, и у нас такие примеры есть. Наш гость приехал из Санкт-Петербурга, посмотрел все, что он увидел. Он говорит, а сколько я могу оплатить? Сколько вы считаете нужным? Сегодня понедельник, и сегодня акция. И он за одно свое посещение оплатил, вот я сейчас эту цифру хорошо помню, 2 миллиона 700. Получается, что это уже не просто акция, а социальный проект. Мы помогаем малоимущим, самодостаточным, помогают культуре, помогают искусству. Кроме того, по-моему, мне даже известно, что в день своего дня рождения человек может прийти и бесплатно посмотреть на выставку, на то, что вы стоите. Кстати, да, и в день своего рождения к нам можно прийти бесплатно. И знаете, очень много таких примеров. Я обращаю внимание, как молодежь, приходит молодой человек и говорит, у моей девушки день рождения, я хотел бы сделать ей подарок. Ради бога, пожалуйста. Вы знаете, что был еще интересный момент, на который я сама обратила внимание, и уже работает в голове мысль, а что же придумать такого интересно дальше? Он принес портрет своей девушке и говорит, я хочу сделать ей подарок. Вы могли бы куда-то вот этот мой портрет, который я хочу подарить, куда-то определить? Ну, конечно, скажем, залы наши выставочные, мы этого сделать не могли. Я говорю, это будет не столь красиво, потому что это экспозиция. Но в одном из залов, где у нас есть возможность, мы этот портрет вывесили. И когда проходила экскурсия, во-первых, это бесплатная экскурсия была, они гуляли по залам, а потом приходят в один из залов, и они смотрят, молодая пара, на этот портрет. Вы знаете, надо было видеть глаза этой девушки, сколько было радости. Он снимает этот портрет и дарит девушке. Понимаете, это тоже еще такой элемент культуры, элемент воспитания. Видите, как можно день рождения отметить? Во-первых, прийти в храм искусства. Во-вторых, вот даже этот подарок. Ну, я думаю, что эти молодые люди, которые таким образом произвели свое поздравление, я думаю, там на высоком уровне культура. Хотя, знаете, у меня есть такое любимое выражение – культурные люди встречаются даже среди образованных. Любимя Анатольевна, ну, может, подробнее о тех проектах, которые ждут гамильчан, может быть, в выставках, какие-то анонсы. Чем порадуетесь в ближайшее время? Ну, надо сказать, что, во-первых, в последнее время сейчас я хочу добавить, заканчивает свою работу выставка художественного колледжа. Это, кстати, потрясающие работы. Мы который год уже около 10 лет проводим дипломник 2000. Сейчас идет дипломник 2015. Ну, и с 5 ноября этого года по 6 декабря этого года мы ожидаем выставку. Мы к ней очень долго готовились. Год искали, чтобы, в общем-то, договориться. Это будет выставка Сальвадора Дали и Пикассо. И это будет 110 графических работ Сальвадора Дали. Это будет 30 работ керамических Пикассо. Причем потрясающий коллекционер Александр Шадрин, меценат. Это город Москва. Ну, в общем-то, я думаю, что эта выставка будет вызовет огромный интерес, потому что уже очень много звонков. Анонс мы тоже уже даем, об этом говорим. Ну, думаю, что это гамильчанам будет интересно. Для ребят, для, скажем, школьного возраста, потому что мы никогда не забываем и всегда на пульсе держим, что школьные каникулы, воскресные дни. Родители должны с детьми прийти. Например, сейчас для них работает робо-арт. Потом музей Эйнштейна, где ребята могут прийти. Не просто, знаете, говорим, картины руками не трогать. А здесь можно будет трогать. Здесь даже можно будет участвовать в этом процессе и быть активным участником этого музейного дела. А вообще, очень интересный, насыщенный сезон у нас будет последующего, так сказать, время, потому что план, я его вижу. Но не будем торопить события. Немножко поинтригуем. А вообще, я думаю, что все очень внимательно следят за вашим каналом. Вы очень классно регулярно озвучиваете. Да и сегодняшний наш с вами эфир тоже говорит о многом. Скажите, а выставки современных художников, наших современников, в том числе и белорусских деятелей искусств, с какой периодичностью выставляются? Ну, вообще, выставки у нас проходят в галерее. Один каждый месяц мы выставки меняем. Но вы знаете, вот все-таки приходишь к выводу, что, наверное, не совсем это правильно менять каждый месяц. Потому что не успеешь сделать экспозицию, дать информацию, а она уже заканчивается. Поэтому вот в последнее время, если вы, наверное, обратили внимание, то мы уже держим по два месяца. Потому что дать людям все-таки насыщение. Возможность. Потому что очень сменяемость быстрая. И жители города не успевают. Только выставка закончилась. Вы знаете, даже интересно, проходит уже два месяца, идет совершенно другая выставка. Приходят гомельчане, а мы пришли, например, на динозавров. Да нет, уже давно этой выставки она закончилась. То есть, ну вот... Да, это правильно, наверное, все-таки решение. Поэтому будем все-таки растягивать этот период. Это удовольствие. Да. Спасибо, Лена Михайловна, за такой содержательный разговор. За интересный, да. Я думаю, что многим телезрителям было интересно. Спасибо вам. Ну, ждем наших гомельчан в гости в нашу галерее. Тем временем наш художник закончил свою работу. Итак, Алена, расскажите, что у вас получилось, что это за произведение, что это творчество. То, что успела, как бы, хотела просто передать свое осеннее настроение. Там рябина, я вижу даже волосами. Да, рябина. И, ну, что-то в виде орнамента, рябина. А листья клена желтенькие. Ну, это красиво. Красиво. Да, и платье тоже желтенькое, а настоящая осень. И даже листочки мы видим в волосах, в прическе. То есть, все отражает тематику. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И надеемся, что многие, кто собирался, но так и не решился попробовать себя в таком виде искусства, как боди-арт, все-таки сделают это и получат удовольствие. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы надеемся, что этот вечер, проведенный вместе, был по-настоящему интересным, познавательным и добрым. Как обычно, увидимся на следующей неделе. Привносите в свою жизнь яркие окраски, высокие ноты и свежие идеи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова